Сегодня мы проверим, как работает ревитализант и покажем, как он восстанавливает подшипник. Возьмем обычные, но качественные подшипники из прочной инструментальной стали из одной партии с одинаковой заводской маркировкой. Пока они не разобраны, проверим величину радиальных люфтов. Замеры производим при помощи индикаторного приспособления с ценой деления 1 микрон. Первый – 0,49 мм. Второй – 0,42 мм. Цифры в пределах допусков. Они еще раз подтверждают качество подшипников. А теперь давайте разберем подшипники и испортим их. Нанесем на дорожки качения дефект при помощи граверной фрезы. При реальной эксплуатации такие царапины могут со временем привести к поломке. Дополнительно маркируем подшипники. В образец номер 1 закладываем смазку ХАДА с ревитализантом. И обычную смазку хорошего качества в образец номер 2. Работу подшипников под нагрузкой обеспечивает специальный станок. Его основные узлы – электродвигатель, муфта, опорный узел, силовые винты, вал и два подшипника. Каждый винт создает изгибающую нагрузку на вал. Эти две радиальные силы уравновешивают друг друга. Поэтому вал максимально разгружен и практически не испытывает напряжения изгиба при вращении. Устанавливаем подшипники на вал. Фиксируем их с помощью гайки. Включаем установку. Сейчас на каждый подшипник действует серьезная радиальная нагрузка – порядка 8000 ньютон. Частота вращения – около 1000 оборотов в минуту. Во время работы установки и происходит восстановление подшипника, то есть устранение дефекта путем формирования металлокерамического покрытия. Постоянно контролируем температуру подшипников, чтобы не допустить их перегрева. При заявленной нагрузке и скорости покрытие сформируется за 8 часов. Мы же останавливаем нашу установку через 5 часов, специально не дожидаясь конца обработки. На этой стадии царапины закатаны еще не полностью. И есть уникальная возможность увидеть, как именно проходит формирование слоя металлокерамики. Пока дефект еще просматривается, но при прикосновении уже не ощутим. Обратите внимание, поверхность не истерта, а наоборот, как бы залита стекловидным материалом. Это и есть металлокерамическое покрытие. Результат работы ревитализанта. И наш контрольный образец. По цвету он как бы немного подгорел. Под нагрузкой разрушение шло достаточно интенсивно. На поверхности видны царапины и мелкие раковинки. Вновь замеряем радиальные люфты. Подшипник со смазкой HADA 0,04 мм. То есть люфт уменьшился на 9 микрон. Контрольный образец 0,061 мм. Люфт увеличился на 19 микрон. Замеры показали значительное улучшение характеристик подшипника, работавшего на смазке с ревитализантом. Опыт подтверждает. Железо действительно можно лечить. Продолжение следует... Продолжение следует...